Мы обязаны проверять нашу готовность. Не просто объект, как состоящего из зданий, сооружений, оборудования, системы управления и так далее, но и в том числе персонала, всех приданных средств, которые обеспечивают выполнение работ при ликвидации аварий. Поэтому ежегодно мы проводим комплексные противорийные учения, масштабные, на одной из атомных станций. Моделировалась авария на многоблочной атомной станции. На Новоронежской атомной станции три типа реактора. И поэтому важно было посмотреть нашу готовность вот в таких сложных условиях, множественных отказов на двух типах блоков. Ну и хочу сказать, что все вопросы взаимодействия были отработаны. И мы, я думаю, подведем и сделаем вывод о том, что у нас противоаварийное планирование и готовность к ликвидации любых нештатных ситуаций находятся на высоком уровне. Мы отрабатываем вопросы взаимодействия и ликвидации данных чрезвычайных ситуаций. Мы учим себя и воспитываем своих подчиненных умело, грамотно использовать все то, что есть у нас на сегодняшний момент и использовать то, что может быть завтра. Потому что вот сегодняшние учения уже показали, был алгоритм, он был отработан. Но сегодняшние учения показали, что уже необходимо изменить. Потому что есть современные средства спасения, есть современные средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. И именно эти учения позволяют нам вводить все то новое, что у нас существует на современный момент.